И наша традиционная ежедневная информация о хронике коронавируса. И начнем со Слауческой больницы. Обратилось СОРЗ-2, один ребенок, воспаление легких – ноль. Проведено два экспресс-теста, оба дали негативный результат. По Украине 12 331 заболевших, плюс 418 за последний день, а всего за майские каникулы у нас заболело 1925 человек. Выздоровело 1619, умерли 303 человека. Из областей по-прежнему лидирует Черновецкая область – 1887 человек, и Киев – 1535 заболевших. Черниговская область заболела 64 человека. По миру заболели 3 581 870 человек, выздоровело 1 159 500 человек, умерли 248 551 человек. По числу заболевших по-прежнему лидирует Соединенные Штаты Америки – 1 188 421 человек, умерло 68 602 человека. На втором месте по-прежнему Испания, заболело 247 122 человека, умерло 25 264 человека. Россия по количеству заболевших за один день, занимает уверенно первое место – 10 581 человек. Всего в России заболело 145 268 человек. Выздоровело 18 095, а умерли 1356. На третье место по числу заболевших за один день вышла Белоруссия – 784 человека. Всего в Белоруссии заболело 17 489 человек, выздоровело 3 259, умерли 103 человека. Белоруссия уверена, что ничего ей не помешает провести парад 9 мая. И на парад они приглашают всех желающих из всех стран СНГ. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще Белоруссия – это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств. Кстати, отдельные депутаты и сенаторы, россияне попросили присутствовать. Мы приветствуем это. Мы приветствуем, пусть приезжают. Мы от наших друзей и братьев не закрываем дверь. Давайте будем готовиться к этому мероприятию. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, потому что оно будет организовано, как положено. Украина по числу заболевших за один день находится на седьмом месте. Интересно, что число жертв коронавируса в США превысило число боевых потерь в стране во время Вьетнамской войны. На 1 мая Китай вышел из топ-10 стран по количеству заболевших COVID-19. Испания и Италия запланировали 4 мая ослабление карантина. А вот Франция чрезвычайное положение продлила до 24 июля. Президент США уверен, что все-таки происхождение коронавируса это Уханьская лаборатория. Есть подтвержденные данные американской разведки.